Каждый из нас хоть раз размышлял о том, как могли бы развиваться события, если бы можно было вернуться в прошлое и скорректировать свои действия. Скорее всего, многие из нас предпочли бы отменить неприятную встречу или не произносить какие-то слова. Однако здравый смысл подсказывает нам, что повлиять на прошлое невозможно. Тем не менее, если взглянуть на это с позиции обратной причинности, называемой также ретро-причинностью, то концепция изменения прошлого вполне может вписаться в рамки известных законов природы. Ученые дебата о ретро-причинности ведутся на протяжении многих лет, а сама идея этого явления – процесса с обратной причинно-следственной связью – заключается в том, что настоящее может влиять на прошлое, а будущее – на настоящее. Еще со времен ньютоновского изложения механики уравнения физики рассматривают категорию «время» как нечто симметричное, поскольку эти уравнения применимы и для процессов, идущих вперед с течением времени и движущихся назад. В начале XX века, когда Эйнштейн сформулировал теорию относительности с ее четырехмерной тканью пространства-времени, стала вырисовываться странная картина. Согласно модели Эйнштейна, представления о том, что ход истории поступателен и состоит из этапов прошлого, настоящего и будущего, оказались иллюзией. Дело в том, что между прошлым, настоящим и будущим во Вселенной нет определенной разницы. Все они существуют неделимым блоком без разделения в пространстве. Поэтому физики заговорили о том, что между прошлым и будущим на самом деле нет четкой границы. Следовательно, вероятность того, что вы можете отменить уже состоявшуюся встречу с неприятным человеком или же не произносить вслух обидную фразу, гипотетически существует. С наступлением эпохи квантовой механики относительность времени и вовсе перестала иметь значение. Уже с 40-х годов прошлого столетия ученые начали изучать феномен обратного течения времени. В то время один из создателей квантовой электродинамики Ричард Фейнман выдвинул предположение о том, что позитроны, являющиеся античастицами электронов, на самом деле представляют собой электроны, только совершающие путешествия в прошлое. В этой связи исследователями была даже разработана теория электродинамики, основанная на волнах, движущихся в прошлое и будущее. Впрочем, из-за слабых доказательств развитие эта теория так и не получила. И все же одно из самых невероятных явлений квантовой механики, нелокальность способна пролить свет на идею о том, что причинная связь между событиями может идти как вперед во времени, так и возвращаться назад. Одним из парадоксальных выводов современной квантовой теории является то, что частицы, находящиеся в запутанном состоянии, могут влиять друг на друга даже на огромном расстоянии. Это явление и называется квантовая нелокальность. По сути, оно означает то, что если частица распадается на две части, два этих фрагмента будут влиять друг на друга по всей Вселенной, даже будучи разделенными миллионами световых лет. Именно это поразило Эйнштейна почти 100 лет назад, и не в силах понять этот механизм, он назвал нелокальность жутким действием на расстоянии. Теоретически, Эйнштейновское жуткое действие на расстоянии может быть доказательством ретро-причинности. Технически, одна частица может испытывать две последовательности событий одновременно, из-за чего невозможно определить, какое из них произошло раньше другого. Этот момент сложен для понимания, так как мы привыкли, что все во Вселенной упорядочено, и каждое событие предшествует следующему, согласно закону причины и следствия. Но все становится куда сложнее, если мы обратимся к фундаментальному свойству квантовой механики, следствием которого является то, что реальность – это всего лишь совокупность вероятностей, ожидающих, когда их измерят. В 2012 году ученый-профессор Хью Прайс допустил, что если странные вероятности квантовых состояний отражают что-то реальное, а время ничего не привязывает к одному направлению, то почему бы не предположить, что время может двигаться в обратную сторону? Согласно современным представлениям, квантовая нелокальность может быть типична не только для пространства, но и для времени, а измерения, проведенные на частице, могут одинаково отразиться как на прошлом, так и на будущем. Мэтью Лейфер из Чепминского университета в Калифорнии и Мэтью Пьюзи из Института теоретической физики в Онтарио также задались вопросом, может ли квантовый мир быть другим в отношении времени. Они заменили некоторые из предположений Прайса и применили свою новую модель к теореме Белла, имеющую на сегодняшний день наибольшее значение в вопросах жуткого действия на расстоянии. Для лучшего понимания здесь следует сделать небольшую вставку. В классической физике принцип локальности или по-другому близкое действие утверждает, что на объект влияет только его непосредственное окружение. Однако квантовая механика посредством неравенств Белла предсказывает прямое нарушение этого принципа. Эксперименты известного физико-теоретика Белла подтвердили, что квантово запутанные частицы нарушают этот принцип, поскольку они влияют друг на друга, будучи физически удаленными на значительные расстояния. Фактически такие частицы мгновенно обмениваются информацией между собой, пренебрегая постулатами специальной теории относительности, запрещающей перемещение выше скорости света. Джон Стюарт Белл утверждал, что странные вещи, происходящие в квантовой механике, невозможно объяснить классическим близкодействием. Если две частицы связаны в какой-то точке пространства, то измерение свойств одной из них моментально передает эти параметры другой, независимо от того, на какое расстояние во Вселенной она переместилась. Такую запутанность физики неоднократно тестировали в рамках теоремы Белла, пытаясь выяснить, может ли причина и следствие иметь обратный порядок. В сущности, это означало бы, что частица способна перенести действие своих измерений обратно во времени, к моменту запутывания, при этом воздействуя на своего партнера. Разумеется, это отразилось бы и на прошлом, и на будущем. При помощи переформулировки некоторых базовых предположений, физики Лейфер и Пьюзи разработали модель на основе теоремы Белла, где пространство и время поменяли местами. Согласно этой концепции, если невозможно показать однонаправленность времени, значит возникают противоречия, где идея ретропричинности выступает на первое место. Эту теорию множество раз проверяли с помощью теоремы Белла, чтобы исключить все спорные моменты, которые бы говорили в пользу связи частиц, на местном уровне, то есть близкодействия. Таким образом, пока не доказано, что время обязательно движется только в одном направлении, это может означать, что частица способна нести данные о ее измерениях в прошлое. Стоит отметить, что если дальнейшие эксперименты все же подтвердят существование такого физического явления как ретропричинность, это сразу же создаст ряд тревожных парадоксов. Например, найдется масса желающих закодировать выигрышный номер лотерейного билета в запутанные электроны и отправить их своему молодому «я» в прошлое. Разумеется, такие действия способны существенно повлиять на изменения законов природы. Безусловно, пока еще рассуждения о перемещении назад во времени вряд ли могут восприниматься серьезно. С другой стороны, когда речь заходит о таком феномене, как квантовая нелокальность или квантовая запутанность, любая связанная с этими явлениями концепция будет звучать безумно. Вероятно, поэтому новая концепция нашла поддержку лишь у некоторых физиков и философов. Большая же часть научного сообщества относится к идее Лейфера и Пьюзи скептически. Тем не менее, абсолютно все ученые согласны с тем, что идею стоит развивать. И если явление ретропричинности действительно существует, оно, несомненно, поможет нам узнать фундаментальные принципы функционирования нашей Вселенной.